Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Вилоши. На грани. Уже на следующей неделе в Прикарпатии могут замерзнуть школы и больницы. От кого ждать помощи? На королевских дрожжах британцы все больше влюбляются в невесту принца Гарри. В чем секрет? Змеиный суп. Очередной каламбур от Дональда Трампа. Кого он сравнил с присмыкающимися? Боевики активно подтягивают танки и артиллерию. Наблюдатели ОБСЕ заметили 36 танков на Светлодарском направлении, 5 гаубиц в районе оккупированного Докучаевска и еще 10 танков в самом Донецке. Кроме этого, минометы и арт-системы под Калиновкой. Все это свидетельствует об игнорировании международного законодательства, о запрете размещения тяжелой военной техники в черте населенных пунктов, а также нарушает минские договоренности. Армейцы говорят, в таких случаях юмор помогает. Военный УАЗик несется по бездорожью вдоль линии соприкосновения. И смертоносный сюрприз может прилететь в любой момент. На днях в этой местности оккупанты из противотанкового комплекса расстреляли броневик с военным медиком. Нулевая позиция украинских военных в районе Катериновки. Из окопов видны укрепления противника. Можно даже рассмотреть флаг боевиков. Бойцы говорят, враг здесь немного угомонился, но это ненадолго. Солдаты отмечают, боевые действия усиливаются. На часах полдень. В это время по соседним позициям уже работает вражеская артиллерия. Ветви деревьев и кустарников скошены пулями. Солдаты говорят, зачастую отвечать на вражеский огонь приходится. Пехотного вооружения достаточно. Получив ответ, боевики, как правило, идут снимать стресс. Расстояние до противника отсюда настолько короткое, что наши солдаты иногда даже слышат, как захмелевшие сепаратисты поют песни. Да, говорят, мы пьем, вас запрошуем. Червоную колыну спевали нам. У командира этой позиции не умолкает телефон. Сегодня ему исполнилось 28. Поздравляют побратимы, знакомые. Но этого звонка он ждал особенно. Жена звонит. Я хочу помогать тебе силой, мощности, терпения перемогти в этой войне, наконец. И чтобы все было хорошо. И чтобы ты же здоровый, поскорее вертаться домой. Мы с детьми очень-очень тебя любим и ждем. Мы с детьми за тобой скучем. Именинник обещает, что так и будет. Говорит, не зря же командование его роту называет самураями. Каждый день вопрос, когда пойдем, когда уже пойдем, когда уже будем брать посадку, когда уже противника возьмем. Пока что ждем команды сверху, а потом будет видно. Игорь Левинок, Андрей Костюк, Сергей Байдала. Слуганщины. Подробности телеканал Интер. Целый склад боеприпасов оборудовал у себя дома экс-боец АТО из Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Во время обыска правоохранители обнаружили сумку с патронами, гранатой, двумя сигнальными ракетами и пластида. По словам подозреваемого, приехав домой в отпуск, он случайно привез оружие вместе с личными вещами. Сейчас боеприпасы отправлены на экспертизу. Открыто уголовное производство за законное обращение с оружием. Следственные действия продолжаются. Пьяная выходка сотрудника муниципальной варты во Львове. Накануне вечером он сел в маршрутку и в результате недопонимания с одним из пассажиров устроил там потасовку. Ударил парня кулаком по голове, а затем стал угрожать пистолетом. Пассажиры задержали его и передали полиции. От службы в муниципальной варте он уже отстранен. Муниципалы патрулируют улицы, они следят за общественным порядком, охраняют коммунальные учреждения, а с Нового года еще и детсады и школы. Использовать они могут только газовые баллончики и дубинки. В пистолете, изъятом у задержанного, было 4 патрона. Полиция открыла уголовное производство. За хулиганство муниципалу грозит до 7 лет тюрьмы. Ограбление под предлогом следственных действий. В Одессе трое злоумышленников пришли домой к иностранцу. Мужчине из Южной Азии. Они представились с сотрудниками полиции. А когда он открыл дверь квартиры, ворвались внутрь, избили и связали его. После этого вынесли все ценности, украли компьютерную технику и 100 тысяч гривен. Полиция установила личности злоумышленников. Один из них житель Одесской области. Он уже задержан. Уголовное производство открыто по статье «Разбой». Налетчикам грозит от 7 до 12 лет заключения. Полицейские на законных основаниях проводили усиленный досмотр женщин в Оболонском суде столицы. Об этом в фейсбуке написал спикер нацполиции. Так в МВД прокомментировали скандал, который разгорелся в минувшую среду. В тот день, я напомню, в деле по госизмене Януковича показания должен был давать президент Петр Порошенко. Правоохранителям стало известно, что туда собираются прийти активистки-фемен. Поэтому полицейские потребовали от девушек-журналисток снять верхнюю одежду. Позднее такие действия полиции осудили депутаты и юристы. В МВД своей вины не видят, поскольку действовали, по их мнению, согласно закону. На следующей неделе в Украине ожидают до 20 градусов мороза. А в Прикарпатии сразу несколько сотен школ, детских садов и больниц могут остаться без тепла. Их отапливают альтернативными видами топлива. Дровами, древесными брикетами, либо прессованными соломенными блоками. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Коломейский район Ивано-Франковской области. Общеобразовательная школа села Лесной Хлебичин. Еще четыре года назад отказалась от газового отопления и перешла на дрова. Руководство довольна. В каждом классе у нас есть градусники. Каждый день я выстежуя температурный режим в школе. У нас нижняя, как в отметке 20-19 температура в данный час не сниживается. В школе тепло, дети работают в комфортных условиях. Вот только компании-поставщику тепла за горячие батареи в этой школе платят нерегулярно. Последний платеж поступил буквально на днях, а ждал его предприниматель с прошлого года. За отопление еще трех учебных заведений ему заплатили частично. Не рассчитываются вовремя и с другими предприятиями, которые занимаются альтернативной энергетикой. В их числе и компания, которая отапливает Коломейскую районную больницу. Заброй складывает больше миллиона гривен. И в данный час мы фактически работаем, так будем сказать, не имеем, мы имеем где-то тижневый, ну, полтора-тижневый запас палива. Денег, чтобы пополнить запасы топлива, говорят в компании, нет. А давать дрова в кредит поставщики уже не хотят. Если не будет своевременного финансирования, соответственно, дойдет до того, что просто-напросто котельная не будет палива, соответственно, не будет чем спаливать, мы не сможем будет заполнить. Сегодня в Прикарпатте почти все подобные предприятия в такой ситуации рассказывают в Ассоциации производителей теплоэнергии. Если в ближайшее время с ними не рассчитаются, те вынужденно остановят свои котельные. Без тепла могут остаться более 200 бюджетных учреждений. Враховывая те морозы, которые сейчас идут, мы можем иметь надзвичайную ситуацию, адже зупинка будь-якого объекта в такой период приведет к разморожению системы, и мы, напевно, не сможем уже запустить этот объект до конца опаливального сезона. Кто виноват? В Департаменте финансов заявляют в своевременно рассчитываться за услуги теплоснабжения – обязанность властей на местах. Эти деньги должны быть предоставлены в бюджетах районных бюджетов, бюджетах мест областного значения и бюджетах объединенных территориальных громад. Они должны быть 100% закладываются деньги на защищенные статьи выдастов. Почему возникает эта ситуация? Потому что, как я уже озвучила, напевно, они не обеспечили свои установки при формировании бюджетов бюджетными призначениями на оплату энергоносеев. Почему так случилось? Съемочная группа подробностей попыталась узнать у районных чиновников. Начальник Коломийского райотдела образования комментировать вопрос отказалась. Спешила на мероприятие. Скажите, пожалуйста, существует оборудование или существует по опаливанию в школах? Я вам еще раз скажу, я не имею сейчас перед собой цифр, поэтому не хочу говорить не конкретные факты. Если вы попередите меня, договоримся про заседание, что я дам интервью. Вы можете сказать так или нет? Оборудование есть? Не может, потому что мы не договорились про интервью. Дару и дали. Тем временем задолженность перед теплопоставщиками уже превысила 20 миллионов гривен. На следующей неделе они планируют выйти на митинг к обл-администрации и требуют рассчитаться с ними. Ирина Баглая, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Из-за долгов, правда, уже за газ могут отключить отопление и в жилых домах Ивано-Франковска. Две местные теплоснабжающие компании должны газораспределительному предприятию Ивано-Франковсгаз 14 миллионов гривен. Если долг не погасить, то уже в скором времени котельным нечем будет топить. Еще в декабре прошлого года в облгазе предупреждали об этом и тепловиков, и городские власти. Руководители предприятий и должников оправдываются, что им нечем платить, поскольку компенсации за льготников они так и не получили. А местные чиновники угрожают забастовкой, если подачу газа в область все же ограничат. Снижение тарифа на проезд в общественном транспорте Полтавы намерен добиваться нардеп Каплин. Он подал в суд на горы с полком, поскольку считает, что повышение было проведено с нарушением процедуры. Напомню, в конце прошлого года Полтавский горсовет поднял тариф на проезд до 3 гривен в троллейбусах и до 5 в автобусах. Сейчас мы подаем к суду. Мы желаем не только вернуть назад важность проезда, мы видим все возможности и все экономические передумки, для того, чтобы как минимум вдвоем уменьшить размер такого проезда. На жаль, тут немає разом с нами представников тих политических сил, которые каждый день, в частности, с трибуны Верховной Ради, брызгают в жовчу, защищая, начебто защищая простых пересечных украинцев. Так нам стало известно, что Вадим Рабинович заплатил 1,5 млн грн, а это вот такой 50-килограммовый мешок с 100 гривнами купюрами за один лишь полет из города Киева до одной из европейских столиц. Бразилия хочет отправлять своих студентов в украинские вузы, обучаться в сфере IT, инженерной и медицинской областях. Об этом на встрече с харьковским губернатором Юлией Светличной заявил посол Бразилии в Украине Асфальда Беата. Готова Бразилия сотрудничать и в области экономики. Сейчас эта страна поставляет в Украину минеральные удобрения и лекарства, а также посла заинтересовал Харьковский авиационный завод. Активизируемо международное сотрудничество тут, на Харьковщине. Сьогодні была встреча с послом Бразилии. Обговорили несколько вопросов относительно дальнейшей кооперации в сфере сельского хозяйства, промышленности, легкой промышленности, машинобудования, а также фармации. Зацикавлены очень наши международные партнеры о взаимозвязке с высшими навчальными закладами Харьковщины. Также обговорили вопросы о обмянной делегации, бизнес-делегациях, которые познакомятся с потенциалом Харьковской области. Мы имеем большой потенциал сотрудничества в таких сферах, как образование, медицина, инженерия и компьютерные науки. Нам интересно также сотрудничество в сельском хозяйстве. Мы экспортируем в Украину семена и сельхозтехнику. Бразилия открыта для импорта из Украины. Сейчас Украина поставляет удобрения и инсулин. Мы хотим импортировать и другие медпрепараты. Брошенные и забытые. Речь об одиноких стариках, которые коротают век в доме престарелых в Черкасской области. Как им живется? Подробнее в материале наших коллег. Сергей Емельянович показывает свои нехитрые пожитки, с которыми он полтора года назад переехал в территориальный центр социального обслуживания села Касари. Очутиться в 57 лет в доме престарелых ему, казалось бы, и не по статусу, и не по возрасту. У него есть родные, сын и дочь. Но с женой он развелся еще в 2004-м, а дети попросту отказались. После сложного перелома мужчина не смог сам себя обслуживать и попал сюда. Таких, как Сергей Битца, в центре еще 27 человек. Все с похожими судьбами. У кого-то просто не осталось родных, а кого-то родственники отправили доживать век в дом престарелых. Вот так, на стареньких койках, в общих комнатах, одинокие пенсионеры коротают дни. Большинству уже далеко за 70. Многие даже элементарно не могут себя обслужить. Провести старость рядом с близкими этим людям уже не суждено. Поэтому подопечные ищут родные души среди таких же. Валентина и Александр показывают обручальные кольца и свидетельства о браке. Ему 52, она на 10 лет старше. Союз пара узаконила прошлой осенью. Теперь у семьи своя комната, комод и даже кровать. Так схватило. Какой же на столе стоять. Ну, в одиночку сидишь. Так оно... Мне так нужно лучше, как... Знаешь, что детском побалакать, все. Условия хоть и скромные, говорит заведующая центром, но подопечные окружены заботой. Дом престарелых финансируется из районного бюджета. 75% от пенсии у постояльцев высчитывают на содержание. Месяц проживания обходится в 4800 гривен. Сюда входят и медицинское обслуживание, и четырехразовое питание. Досовку подопечных центра разнообразием не блещет. Чтение, разговоры с соседями, прогулки в парке и единственный телевизор в столовой. Этот большой телевизор теперь украсит столового центра. Такую же технику и средства гигиены нардеп Сергей Рудок передал в дом престарелых села Ротмистровка. Говорит, подобные центры остро нуждаются даже в элементарной помощи, особенно в отдаленных селах. Нардеп призывает помочь подопечных домов престарелых. Практически везде не хватает памперсов для лежащих стариков и слуховых аппаратов, а еще простого человеческого внимания от окружающих. Только для немцев. Одна из благотворительных организаций Германии оказалась в центре скандала после того, как решила временно не выдавать карточки клиентов беженцам. Все подробности знает Татьяна Лагунова. Продукты по паспорту и только по немецкому. Одна из благотворительных организаций Германии объявила, будет помогать в первую очередь малоимущим, которые являются гражданами Германии. Мера временная, но уже вызвала в стране бурю возмущения. В центре скандала филиал благотворительной организации в городе Эссен. Работает он по такой схеме. Нуждающимся выдают карточки потребителя, по которым те несколько раз в неделю могут бесплатно получить продукты. Если раньше клиентами организации были в основном немецкие безработные, матери-одиночки и пенсионеры, то теперь в очередях стоят беженцы. Мы решили временно не регистрировать беженцев, потому что среди наших клиентов сейчас 75% иностранцев. Раньше они составляли 35-40%. А еще говорят представители организации, мужчины-иностранцы, которые приходят за продуктами группами, зачастую не проявляют уважения к пенсионерам и женщинам с детьми и пугают их. Мы начали себя спрашивать, что случилось, почему не приходит старушка, почему не приходит молодая женщина. Мы не ограничиваем иностранцев, а даем возможность немцам снова прийти за помощью. Руководство организации и другие благотворительные фонды такую избирательность уже раскритиковали. Дескать, помогать нужно всем нуждающимся, независимо от происхождения. И если продуктов на всех не хватает, просто не регистрировать новых клиентов, не проверяя перед этим их паспорт. Татьяна Лагунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. С пригретой на груди змеей сравнил Дональд Трамп, пребывающих в США мигрантов. В своей речи на ежегодной конференции консерваторов он прочитал стих о женщине, которая спасла найденную на улице змею, а та ее укусила. По словам Трампа, эта история показательна в контексте эмиграции, а его стране нужны люди, работающие на благо Америки. Напомню, миграционная реформа была одним из предвыборных обещаний Трампа. Он обещал построить стену на границе с соседней Мексикой, чтобы сократить поток беженцев. Сейчас он выступает за отмену популярной лотереи Гринкарта. Этот стих называется «Змея». И подумайте об этом в контексте эмиграции. Ведь это именно то, что мы делаем с нашей страной, люди. Мы разрешаем иностранцам въезд, что доставляет нам много неприятностей. Польские правоохранители выдвинули первое обвинение недобросовестному работодателю, который бросил на улицу украинку с инсультом. Он будет отвечать в суде за нелегальное трудоустройство женщины и ее сестры. Кроме этого, прокуратура Познания открыла дело по статье «Не оказание помощи». На фирме бизнесмена инспекторы труда уже начали проверку. Напомню, 14 февраля о киевлянке, которая нелегально работала в Польше, произошел инсульт. Работодатель вывез ее на автомобиле в соседний город и бросил на скамейки. Затем вызвал не скорую, а полицию, заявив, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Полиция расследует это дело. Мужчину обвиняют в нелегальном трудоустройстве двух работниц. Он обязан был официально оформить их при приеме на работу. Уголовным кодексом предусматривается до двух лет лишения свободы за такие действия. В Польше задержали хакера-украинца. 44-летний мужчина находился в базе данных Интерпола. Польские правоохранители вместе с сотрудниками ФБР задержали его во время спецоперации в городе Бельска-Бяло. Подозревают, что украинец был членом ОПГ и организовывал хакерские атаки. Кроме этого, с помощью специальных программ он снимал средства с кредитных карт. Общая сумма ущерба – сотни миллионов долларов. Сейчас украинец находится под арестом в Польше и ожидает решения об экстрадиции в Соединенные Штаты. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. Более 20 сотрудников Красного Креста уволены за использование секс-услуг. При этом одна из главных функций миссии как раз состоит в том, чтобы бороться с сексуальным насилием. Расследование инициировали после неоднократных скандалов и жалоб на непристойное поведение сотрудников гуманитарных миссий. Установлено, что как минимум 6 раз сексуальное насилие проводилось над детьми. Еще один скандал разразился вокруг британской Оксфум, которая помогает бездным. Выяснилось, что организация прикрывала случаи сексуальных преступлений со стороны ее сотрудников, которые работали на ГАЭТе. Невеста принца Гарри завоевывает любовь подданных. Американская актриса Меган Маркл переехала в Лондон после помолвки в ноябре. И несмотря на свадебные преподавления, активно путешествует по стране. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Где бы она ни появилась, публика сходит с ума от восторга. Люди выстраиваются в очереди за несколько часов до прибытия молодой пары. Лишь бы увидеть вблизи, а если повезет, то и перекинуться словечком с будущей супругой 33-летнего принца Гарри. Я встал в 5 утра, чтобы успеть на первый автобус и приехал сюда пораньше. Этого стоило Меган и Гарри точно так же, как и Уильям и Кейт, будущее королевской семьи. Меган не понадобилось много времени, чтобы завоевать симпатию британцев. Да и в династию Виндзоров она вписалась без проблем. Девушка подкупает своей скромностью и изящным стилем. Наряды, в которых она появляется, становятся хитами продаж. Мы называем это эффектом Меган Маркл. Как только в прессе появились ее фотографии с посещения рождественской службы в нашем коричневом пальто, мы продали все такие пальто за несколько часов. И спрос на них не падал еще долгое время. Причем заказывали их во всех странах мира, даже таких, куда мы в жизни не делали доставку. Похоже, до свадьбы Меган решила посетить все части Великобритании. Она уже была в Англии, Уальсе и Шотландии. Остался только визит в Северную Ирландию. Этот тур не только знакомство со страной и подданными короны, но и благотворительная работа. Маркл и до переезда в Британию помогала нуждающимся. Она, как посол ООН, борется за гендерные права, ну а также за доступ к чистой воде в африканских странах. В Великобритании Меган тоже активно занимается благотворительностью. Ее сравнивают с покойной матерью принца Гарри, леди Дианой. Но девушка уже познала и обратную сторону популярности. В начале месяца она получила конверт с белым порошком и расистскими угрозами. Порошок оказался безвредным, однако переполох во дворце произвел. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Тайская мисс Толстушка, разорившаяся дочь Элвиса Пресли и загадочный клад в скалистых горах. Обо всем этом прямо сейчас. На спутнике Земли нашли достаточное для колонизации запасы воды. По мнению ученых Института космических исследований в Болдуэре, штат Колорадо, вода распространена по всей поверхности Луны, а не только в полярных регионах, как считалось ранее. К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные двух орбитальных зондов. В НАСА полагают, что эти результаты могут понять, можно ли использовать воду на сателлите как ресурс. Мисс Толстушку выбрали в провинции на севере Таиланда. Конкурс нестандартной женской красоты тут проходит ежегодно. За несколько месяцев до традиционного соревнования длинноногих моделей за титул мисс Таиланд в Бангкоке. В этом году звание самой красивой досталось трансгендерной красавице весом в один сантимир, бандите Санкачарт. Она подошла по всем параметрам. Ее вес не меньше 80 килограммов, она уверенно держится на сцене и излучает положительную энергию. Единственная дочь поп-короля Элвиса Пресли Лиза Мария погрязла в долгах. По словам певицы, ее задолженность по кредитной карте составляет уже полмиллиона долларов. А от состояния в 100 миллионов осталось всего 14 тысяч. В банкротстве 50-летняя певица обвиняет своего бизнес-менеджера Барри Сигела. Тот, дескать, инвестировал ее деньги в нерентабельные проекты. Лиза Мария подала на Сигела в суд. Тот все обвинения Пресли отрицает. Они носят прическу Малет, как Стивен Сигел и Джон Траволта 80-х. Танцуют под музыку из той же эпохи и отращивают длинные усы. В австралийском Кури-Кури прошел ежегодный фестиваль винтажа. Кто-то сюда приходит, чтобы вспомнить молодость, кто-то, чтобы посмотреть, как развлекались его родители, а кому-то просто хочется выгулять свои старые леопардовые лосины. Но как бы там ни было, на денек попасть в прошлый век интересно всем. Богатые тоже прячут. Эксцентричный миллионер спрятал клад в скалистых горах. Уже четвертый человек погиб, пытаясь его найти. Закопать сундук с сокровищами Форест Фэн решил в середине 90-х, когда ему диагностировали рак. Болезнь удалось остановить, но идея с кладом никуда не делась. В 2010-м Фэн опубликовал свою автобиографию под названием «Страсть погони». В книге миллионер оставил 9 подсказок, зашифрованных в стихотворении, и предложил читателям взяться за поиски сокровищ. Сейчас разгадать стихи и найти драгоценности пытаются тысячи людей. Кайли Дженнер случайно обрушила стоимость соцсети на миллиард долларов. Одна из сестер семейства Кардашьян написала у себя в Твиттере, что больше не заходит в Snapchat, популярное в США приложение. После этого стоимость акций компании моментально просела на 6%. Таким образом, буквально за сутки Snapchat потерял почти полтора миллиарда долларов капитала. В Киеве в шоколадном домике открылась выставка «Тебе, Мадонна». Здесь представлены работы трех киевских художниц – Ирины Акимовой, Светланы Леонтьевой, Натальи Фурсиной, членов Украинской ассоциации женских исследований в искусстве. Есть также полотна Валентины Выродовой-Готье. Выставка продолжает исследование авторов на тему «Конструктивный компромисс». В центре внимания художниц – образ Мадонны, который, собственно, и присутствует в их работах. Конструктивный компромисс – это то, что нужно нашему обществу, которое разорвано в конфликтах, противоречиях, социальных, политических, культурных, и требует единства. Почему здесь появляется женское искусство? Потому что женщина, как основа семьи, как будущая мать, она естественным образом выбрана природой для поисков этого компромисса. Мои картины о женщине, о сути женщины, о том, что на самом деле на сегодняшний день женщина является в основном берегиней, берегиней и очага, и семьи, и своих детей, и своего будущего, и что нужно возвращаться к истокам, ради чего, собственно говоря, все это затевалось, наша жизнь, и женщина, на самом деле, вспомнить, кто такая женщина. Первая ракетка Украины – Элина Светолина выиграла турнир в Дубае, победив в финале россиянку Дарью Касаткину. Первый сет украинка взяла со счетом 6-4, во втором разгромила свою соперницу 6-0. Поединок этот продолжался час и 11 минут. Победа в Дубае принесла Светолиной 470 рейтинговых очков и почти 700 тысяч долларов призовых. Это все новости на сегодня. Приятного вам субботнего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин